Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир-канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Коммунальные платежи станут ниже. В соответствии с указом президента оплата общедомовых нужд отменена. Предвыборная гонка. Кандидаты на пост Мэр Анапы проводят встречи с жителями и общественными организациями города. Городские власти против сельских. В рамках спартакиада среди муниципальных служащих в Анапе прошел матч по мини-футболу. Сельские чиновники оказались сильнее. Сумма в коммунальных платежах россиян уменьшится. Повышение тарифов и введение новых нормативов на общедомовые нужды с 1 января 2013 года вызвало в обществе и СМИ резкий резонанс. Многочисленные жалобы и письма стали поступать в администрации городов, в том числе и Анапы. Этим вопросом занялся президент Российской Федерации. И в соответствии с его поручениями были внесены изменения в приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2013 года, которые предусматривают отмену платы за общедомовые нужды. Президент Российской Федерации дал поручение отменить все увеличения нормативов на общедомовые нужды. А это конкретно исключены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях. Сейчас уже дано поручение РКЦ в срочном порядке привести прерасчет и довести до каждого жителя квитанции. Те деньги, которые пошли с увеличением на оплату, они будут рассчитаны как аванс за вновь поставленные мои услуги. Эту тему также обсуждали и на городском планерном свечении сегодня в администрации города. Задача – довести до сведения каждого жителя, как и с чего теперь будет складываться коммуналка. Также говорили о проведении месячника по благоустройству на территории города и сельских округов, о подготовке к весеннеполевым работам. Обо всем подробнее в сюжете Вадима Родина. Платить за общедомовые нужды больше не придется. Об этом сообщил замглавы Алексей Харитонов. Также он раскритиковал работу ресурсно-собжающих организаций за то, что они невнимательно подходят к контролю потребления ресурсов и расчету тарифов. Везде нормально, один дом выставил за предельную стоимость, в три раза увеличение цены. В чем дело? Выехали на место, стали разбираться. Оказывается, не все данные собрали. Не так компьютер сработал. А население при чем должно страдать? Когда руководителя вытащили туда, он понял сам, что тут есть ошибка. Тут же моментально все привели в соответствии. Я прошу также водоканалов, тепловые сети, управляющие организации, горгаз. Именно вникнут в эту проблему. Население сейчас удораживает всем этим. И мы выйдем с этой ситуации. Население в обидно не дадит. Замглавы Людмила Гузенко поставила задачу усилить работу в отношении детей-сирот. Особенно в сельских округах. На Кубани не должно быть чужих детей. Заняться ранней профилактикой. Это первое. И второе. Создать банк данных. Тех семей, которые вызывают сегодня... Которых мы еще не поставили как статус семей в социально опасном положении. Но которые находятся в пограничном состоянии. То есть часто родители выпивают, собираются, у них там какие-то вечеринки. Дети неопрятные, дети пропускают школу. И второе. Ставлю перед вами задачу сформировать банк данных семей, в которые эти дети, то есть социальные сироты, будут потом устраиваться. По словам замглавы Светланы Яровой, довольно успешно идет кампания по выдаче земельных участков многодетным семьям. За два месяца текущего года было выдано 40 земельных участков. Еще 50 выдадут в марте. А всего на сегодняшний день в Анапе на дело получили 300 семей. В рамках подготовки к курортному сезону в ближайший месяц будут проведены несколько общегородских субботников. Вместе с тем начинается весенняя страда. Задача губернатора собрать 11 миллионов тонн зерна. А это значит, в среднем каждый гектар земли должен дать 54 центнера урожая. Надо задуматься, почему такой большой процент неосвоенных земель. У нас надо сейчас ввести за этот месяц-два в оборот все эти земли. Значит, и страховочными культурами кукурузы на зерно и сожа восстановить эти площади, чтобы мы могли гарантированно, так как мы ставили для себя 60 тысяч тонн зерна получить, в этом мы должны получить. Произошли и кадровые изменения. Сегодня администрацию города Анапа покинул начальник управления капитального строительства Алексей Виткалов, который несколько лет подряд курировал вопрос внедрения систем энергосбережения на курорте. Это касалось и уличного освещения, и внедрения автоматизированных систем контроля расхода энергоресурсов на социальных объектах, а также пилотные проекты по использованию энергии солнца. Работу Алексей Виткалов продолжит в Олимпийском Сочи. На память об Анапе Михаил Баюр вручил экоэнергетику Виткалову почетную грамоту за вклад в развитие курорта. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы» дни здоровья, ставшие уже традиционными, проходят во всех сельских округах Анапского района. Общепризывательная школа села Супсех на один день превратилась в медицинский центр. Там работали врачи, медсестры городской поликлиники и больницы, сельских амбулаторий, центра здоровья Анапы. Большую помощь оказывали и студенты Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа. Обследование анапчан на выявлении различных заболеваний бесплатное. Для приема необходимы паспорт и медицинский полис. Почти каждый житель Супсеха старался пройти все виды диагностики, которые здесь предлагались. Сельчане измеряли рост, вес, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Дням здоровья местные жители очень рады. Ведь многим из них, чтобы попасть на прием к тому или иному врачу, часто приходится ездить в город. А здесь все рядом. Без очередей и потерь времени можно получить консультации терапевтов, кардиологов, эндокринологов, окулиста, дерматолога, лора и других узких специалистов. Всего в этот день прошли обследования 720 жителей Супсехского сельского округа. В городе-курорте началась активная фаза избирательной кампании. Напомним, выборы главы администрации муниципального образования назначены на 24 марта. Кандидаты встречаются с жителями, обсуждают насущные проблемы города, предлагают свои пути решения. Кандидат Сергей Сергеев провел встречу с атаманами Анапского районного казачьего общества. Подробнее о встрече Алина Гумерова. В начале встречи главный атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников попросил Сергея Сергеева рассказать несколько слов о себе, чтобы атаманы смогли побольше о нем узнать. А уже после приступили к обсуждению планов на будущее, которое представил атаманам кандидат на должность главы города-курорта. По словам Сергеева, главное сформировать профессиональную команду управленцев, которые будут реально помогать людям решать их проблемы, а не писать отписки. На первом месте у меня, конечно же, профессионализм подчинен и на первом месте отношения к нам. То есть добрая, человеческая и прежде всего порядочная. Поверьте, это не просто высокие слова в предвыборной гонке, а я приму ваше любое решение, приму с пониманием. Сергеев обратился к атаманам за поддержкой в некоторых вопросах. По его мнению, в Анапе нет консолидации всех основных силовых структур, которые работают и влияют на жизнь территории. И речь шла в первую очередь о силовиках и контролирующих органах. Сергеев намерен при поддержке атаманов такую консолидацию осуществить, чтобы все структуры работали как единый механизм. Говоря о казачестве, Сергей Сергеев отметил, что надо непременно работать вместе, ведь казачество – это опора не только для города, но и все кубани. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Довольно-таки, смотрю, отношения серьезные. И чтобы потенциал наших казаков, нашего районного казачьего общества использовал в большей мере не как предыдущие руководители. А поверьте мне, потенциал большой у нас. И вместе мы сможем довольно-таки большие проблемы и вопросы решить. Я тоже много людей повидал. И вот искренность его, действительно душа чистая у этого человека. Просто люди, конечно, уже устали, люди все-таки наконец-то дождались. Я думаю, что этот человек очень многое может сделать, как для города, так и для его окрестностей. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни курорта. Ведут работу по воспитанию молодежи, помогают правоохранительным органам обеспечивать безопасность. В заключении встречи Сергеев с атаманами сошлись на том, что вместе можно добиться полного порядка на территории. Я бы хотел в следующий раз прийти сюда, уверен, что пригласите, может быть, по какому-то поводу, честно смотреть вам в глаза. И не опускайте, если вы мне зададите вопросы, на ваш взгляд неудобные, а я не буду знать, что ответить. Вот хочу работать честно, хочу работать добросовестно и на благо нам. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Другие кандидаты на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа информацию о ходе своих предвыборных встреч не предоставили. В Анапе стартовала спартакиада среди сборных команд отраслевых и территориальных органов администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Она проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения работников к регулярным занятиям физкультуры и спортом, укрепления здоровья. В спорткомплексе на улице Мелькова состоялось торжественное построение команд. Участники спартакиады – лица, занимающие должности государственной и муниципальной службы. Спортсменов поприветствовали заместитель главы курорта Сергей Козлов, начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Скилков, главный судья соревнований Василий Самарчиев. По окончании построения прошли первые соревнования по мини-футболу среди команд, состоявших из работников городской администрации Анапы и работников администрации сельских округов. Матч был из двух таймов по 10 минут. Команда «Шанс», в которую входят работники городской администрации, капитаном своей команды выбрала начальника управления сельского хозяйства Александра Колесникова. В футболе опыт у него немалый. Года четыре назад я работаю в ЗАО Первомайском, был приглашен от сельского округа, принимали участие. Накал страстей был не меньше, но сейчас в данном качестве сотрудника администрации впервые принимаю участие в этом мероприятии. Очень интересно, хорошее мероприятие, которое захватывает, объединяет. Мы будем стремиться к победе. До 30 мая командам предстоит состязаться между собой в шести видах спорта. В волейболе, настольном теннисе, дартсе, шахматах, плаванием. Спортсмены и команды, занявшие третье и второе места по отдельным видам спорта, будут ограждены грамотами. Обладатели же первого места получат по праву завоеванные кубки. Проходящим в этот день турнире по мини-футболу со счетом 3-2 выиграла команда работников администрации сельских округов. Это будет способствовать развитию спорта не только на территории муниципального образования города Куроканапа, но и в целом на Кубани. Потому что мероприятия эти идут в несколько этапов. Первый этап на территории нашей, потом уже в сборной формируется команда от муниципального образования и уже защищает свою честь на первенстве Краснодарского края. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Завтра 5 марта в Анапе будет пасмурно. Местами возможны осадки в виде снега. Температура воздуха днем 1-3 градуса тепла, ночью около нуля. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 5 градусов со знаком «плюс». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.